Я вхожу в состав президиума Федерации конного спорта Санкт-Петербурга. Стараюсь посещать соревнования в качестве зрителя. И в качестве зрителя я в конном спорте немножко разбираюсь. Так скажем, теоретик конного спорта. Из-под палки ни одно живое существо не будет ничего делать с удовольствием и хорошо. Поэтому задача всадника создать условия для лошади, чтобы она чувствовала себя комфортно. Мне кажется, что мое основное занятие и конный спорт несколько связано. Потому что они разве не красивые? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какие девочки! Улыбаемся. Повеселее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приехала в Петербург с Южно-Сахалинска, остров Сахалин. Живу здесь практически два года с молодым человеком, с любимым. Но я не знаю, что с ним надо делать. Тебе замечательная ночь. Ну, как хочешь. Если ты будешь так чувствовать себя лучше, увереннее, то это твое дело. Я Кирилл, я молодой человек Оли. Кирилл очень хороший, добрый, очень нежный и самый замечательный. Мы уже вместе полтора года. Познакомились мы довольно давно. Просто полтора года назад начали вместе жить. Она приехала из Санкт-Петербурга ко мне сюда. Познакомились на Сахалине. Он тоже сахалинец. Как-то особо не задумывалась, почему. Просто увидела и полюбила. Я боюсь только за то, чтобы она не переживала. В принципе, меня все устраивает. Но если она хочет, это ее мечта. Она давно хотела исправить ушки свои. Поэтому, мне кажется, это для нее будет шаг вперед. Она будет более уверена в себе. Чувствую, что ей нужна поддержка. Поэтому постоянно буду с ней. Ну, он считает, что все и так потрясающе, все замечательно. Но, тем не менее, если я этого очень хочу, он всегда поддержит. Женой красивый. И так. Тебя люблю. Я тебя люблю. Отговаривать от операции ее не пробовал. Но, может быть, какие-то наставления ей давал. Просил передумать. Может быть, как-то еще получше подумать. Чтобы прям так сразу, бума с головой, не бросаться. Но она все подумала, все обдумала. Сказала, что вот уже решила. Но если она решила, значит, все. Слово тверже гороху. Если бы Кирилл даже был против операции, я бы все равно ее делала. Какие ушки красивые. Крутяк не берут. Учусь в университете кино и телевидения на факультете фотографии. Собираюсь стать профессиональным фотографом. Усердно этому учусь. Ну как? Шикарные. Ну, ты хуже не сделаешь, я точно знаю. Вообще классные. Просто как-то начала увлекаться со школы. Просто фотографировать что-то. А потом завлекло очень. И все начали говорить, что есть талант. Есть к чему стремиться. Саш, можешь посмеяться? Ха-ха. Так как я занимаюсь фотографией, у меня очень много подруг, которые являются фотомоделями моими. Вы что-нибудь не хотите? Хочу. Ну не скажу. Конечно, хочется, мне кажется, так нужно. Нужно работать над собой. Меняться к лучшему. Конечно. Я Саша. Я Люба. Лёлю мы знаем уже давно. Мы с ней даже имеем общую родину, так скажем. Мы обе с Сахалиной с ней. Здесь и учимся. И когда я узнала, что она собирается делать пластическую операцию. Очень неожиданно. Вообще полностью неожиданно. Совершенно. Потому что я считаю, что Лёля очень симпатичная девушка. Очень привлекательная. Да, мы даже не думали, что у неё есть какие-то переживания, которые она хочет как-то разрешить. Красота требует жертв. Да. Мне кажется, на операцию очень легко идут люди, которые в своей жизни не переживали операцию. Да, которые не знают, что... Либо кайф получает именно от эффекта, который получается после пластики. Мне кажется, что у меня было много. Чисто вот визуально я считаю, что ей пластическая операция совершенно не нужна. Но если ей это будет придавать какую-то уверенность, может быть, избавит её от каких-то комплексов, то почему нет? Если, да, если это как бы... Если это придает внутреннюю уверенность, то, конечно, я считаю, что это необходимо для человека, для того, чтобы в дальнейшем как-то его судьба складывалась иначе, благодаря его уверенности внутренней. Да, может быть, она станет как-то раскрепоститься перед людьми, ей будет намного легче. Больше всего меня смущает эта операция с носом, потому что... Ну вот я вот смотрю, не вижу никаких изъянов, но мне кажется, что всё в порядке. Ну вот она смотрит в зеркало, говорит, что что-то не так, она хочет изменить. Ну это её желание, пожалуйста, если она хочет, я только за. Ну комплексы, конечно, все рождаются с детства, но непосредственно Лёля, она связана именно с такой вот отраслью творческой. Она всегда работает с красивыми людьми, предметами интерьера и тому подобное. Естественно, ей хочется, наверное, соответствовать и также стремиться к совершенству, также развиваться. Может быть, я думаю, поэтому она решилась на это. В наших отношениях с Кириллом ревности нет. Абсолютное доверие и гармония, и любовь. Я считаю, она очень красивая, просто ворожительная для меня. Поэтому все эти операции, это уже как бы, чтобы полностью картину дополнить и чтобы быть просто безумно красивой. Отношения, ну, я бы не сказал, что они, конечно, идеальные, не бывают идеальных отношений, но мы двигаемся в этом направлении, вот, знаем все свои ошибки. Учимся на них же после такого периода времени у нас на новый уровень вышли отношения. Поэтому сейчас они более крепкие, мы уже чувствуем, что мы половинки. Я не думаю, что после операции что-то изменится в наших отношениях, все будет так же, прекрасно. Вообще они такие забавные пары, на самом деле, мне кажется, они очень друг к другу подходят. Он, кстати, тоже родился на той же земле, что и она, вот, мы сахалинцы все. Личной жизнью я уверена, у нее все в порядке, я знаю и Кирилла, ее парня, вот, поэтому я думаю, здесь никаких изменений, я надеюсь, не будет. Отношения такого плана нужно сохранять. Да, я думаю, между ними и любовь, и взаимопонимание, это видно. В дальнейшем, думаю, поженимся, но пока об этом не думали, пока, скажем, живем в гражданском браке. Замечательно. Отлично. Я больше переживаю за ее моральное состояние, чтобы она держала себя в руках, чтобы не сильно очень переживала. Поэтому это для меня самое важное. Физически, я думаю, все служится очень хорошо, и после операции, я думаю, очень все довольно успешно пройдет. Но мне самое главное, чтобы она себя хорошо чувствовала в период подготовки к операции, после нее, это самое важное. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте с вами познакомимся. Меня зовут Ольга. Меня зовут Наталья Каленова, я доктор-дерматолог-косметолог. Скажите мне, пожалуйста, Оля, что вас привело к нам? У меня через пару дней операции пластические. Пластиковек, пластиковые шеи и ринопластика. Хорошо. Тогда я вам предлагаю процедуру микротокового лимфодренажа. Эта процедура позволит нам с вами успокоить кожу, улучшить питание, усилить лимфоотток и тем самым простимулировать к быстрому восстановлению после вашего пластического вмешательства. Во время этой процедуры вы не будете чувствовать никакого дискомфорта, лишь легкое ощущение тепла, что будет подтверждать об эффективности проводимой процедуры. Продолжение следует...